всех приветствую на своем канале сегодня мы с вами приехали в очень классное место в виде там за мной озеро такая лазурная классная водичка это самое большое озеро виталии да а я специально поднялась машиной в гору потому что здесь виноградники здесь красный виноград потому что вино бардолино и я нахожусь в городе бардолино но я поднялась на гору чтобы посмотреть с высоты а потом мы с вами будем опускаться вниз я не знаю еще где остановлюсь какой гостинице или разрешат ли мне гостиницы остановиться потому что я не делала вот кстати ставим лайки подписываемся на канал идем дальше тут не только самое большое озеро виталии не только виноградники тут еще самые самые в этой зоне популярные популярные олио ди олива оливковое масло вот зоны ж делится и дали виталии ну а мы напоминаю находимся зона в это область нитянская это на севере италии вот как смотрим на сапог то наверху сапога вас сверху сапога немножечко вот мы венеция и немножечко в сторону к сторону милана вот находится вот это потом скажу как называется ставим лайки и я спускаюсь вниз будем все посмотреть и расскажу я думаю что будет очень интересное путешествие интересно он схеме или без химии я живую кушаю просто так вот срывая не знаю результат увидим вечером как и буду себя чувствовать да все будем понемножечку запускаться съезжать туда в город искать гостиницу ресторанчик чтобы перекусить сейчас потому что уже обед вот а после обед если все нормально то хотим поехать на пляжик потому что озеро потом расскажу не хочу сразу выдавать немножко по чуть-чуть смотрим девочки сказали что мы не ресторан но своим клиентам будет обед готовим и у них там меню ограниченные сейчас посмотрим что пронесут ну и конечно же вина бардолина а масло оливочное будем покупать другом месте потому что они говорят как раз закончилась и вот кемпинг у них оказывается есть несколько мест софты приезжаешь со своим как не называется забылась вот приезжаешь паркуешься и 45 евро стоит и ночь вот и не себе вот загорают кушают здесь и в бассейне купаются если хотят спускается вниз к морю и к морю а к озеру но это озеро как море потом расскажу какая глубина какая ширина и все остальное а а вот общественные души туалеты для этих то которые приезжают к не останавливается ручки помыть ну вот такая территория друзья сама не знала просто вот так вот остановили заехали и показываю сразу же это розовая и это красная грация мы заказали только себе два бокала потому что ехали это устала я целую дорогу 179 километров кстати от венеции чем-то сетанта новая феноква и я рулила целую дорогу говорит пить не хочу потому что я сейчас если выпью бокал вина то я потом буду спать а хочу увидеть все красоты река вот она то и финита прендер енерзия до террор в террором году не только нет а мы еще не мы еще ждем принесут победы просто и хотела поблагодарить землю за то, что так классно. Он говорит, что вино еще не пила, а уже валяется на травушке-муравушке. Но надо же заземляться, надо же благодарить. Правда? Я уже мертвую. Все, просто. Смотрите, как они подают салями, панчетто, ну это всегда омлет, вердура, хлебушек вот так вот подают. Так, кушай, кушай, Маура уже хочет кушать. А квеста дольче? Да? Мармеладо как салит. Это с желтой, с мармеладом. Угу, это с меда сделан такой вот сладенький соус. Ну сейчас попробуем, по-на-ппетиту тут. Вот это дерево, да, это их семейный такой знак, типа марка. Сейчас я попробую вкус. Это воли-удеоливо, ликвое масло. Смотрите, как итальянцы кушают. Это Маур так, вот эту сладость, вот эту вот, где там я правильно снимаю, да-да. Это же мед. Вот какой-то типа мармелад с медом, да. И вот он с сыром вместе такое кушает. А еще я увидела, что у них вот эти бокальчики тоже с их фирменным знаком, с деревом, видите. Заходим в гостиницу Бонасера. Заходим в гостиницу со стороны бассейна. Вот такой холл. Вот такой стиль барокко. Зеркало. Столик. Вот это Моретти Торшер, как у Маура дома. У родителей. У них много таких вещей. Моретти. Ну, идем в лифт. Так, я хочу показать гостиницу нашу внутри. Номер наш. Ой. Я уже начала раздеваться. Маура уже открыла окно. И солнышко, наверное, утром придется снять еще вид с окна. Потому что солнышко сейчас ничего не видно. Так как я хотела. Сразу же озеро. Бассейн. Надо будет утром, перед завтраком, сходить в бассейн. Потом завтрак с 8 до 10. Красотища. А потом озеро. Но это будет завтра сегодня. Идем на озеро уже. Мы только что спросили, сколько будет стоить, если взять в аренду этот качер. То 75 евро один час. Ну, и за свои деньги ты просто ее заправляешь. Так что более-менее нормальные сцены. Венеция такси стоит, чтобы прокататься с пункта А к пункту Б. 75. Ну, 70-80. Маура под водой. Только лысина блестит. Браво. Пато? Пато черта. Сверто? Сверто. Домане. Квандо Венесоле. Адесо уже тарди. Бело? А пофига. Паура коммия пальмоны. Тут более теплая водичка. Я сижу здесь. Уже такой запах стоит рельяты рыбной, потому что уже все немцы кушают, а мы еще нет. Маура говорит, попозже пойдем. Они же, итальянцы же кушают попозже, после восьми, а немцы с шести начинают ужинать. Как красиво уже солнышко садиться, да? Места в ресторане нету. Мы хотели в нашем ресторане. Вот это наша. Весенец наша. Отель Катулло. Надо немножко подождать. Мест нету. Вот эти уточки, вот они везде. Не боятся людей вообще. Я хочу сейчас пойти погулять там, в центре города. Потому что гнем снимала, ничего не видно, солнышко. Думаю, сейчас будет хорошо видно, так, где Маура. И все сидят на улице. Видите, в ресторанах внутри все свободные столики. Кстати, я же не делала уколчики. Меня приняли, вот, в гостиницу даже не спрашивали Green Pass. Вот, что хотела вам сказать. Вот это наш ресторан от нашей гостиницы. Да, Барталина не требует Green Pass. Говорят, что потом с 1 сентября будут какие-то ужесточенные правила. А пока не надо. А вот куточками лебеди приплыли. Прилетели или приплыли. Мы уже за столиком. Маура уже сделала заказ. И увидела лебедей. Говорит, иди сделай видео. Иди, смотри, какие красивые. Классно, да? А, тут папа с Досей хлебушек дают. Кормят их немножко. Классно. Классно. Так, возвращаюсь в наш ресторан. Боже, мы начали кушать, и я не сделала видео. Пьем мы водичку. Ну, я пью. И Маура тоже минеральную водичку. И пиво он заказал себе. Антипаста рыбная холодная. И гриллята рыбная. И это у нас на двоих, потому что много не хочется мне. Я говорю, потом доберешься, будет мало. Попробуем. 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 Какое время. Попробуем. Вот такая штучка, смотрите. Вот когда ты берешь спагетти, вот сюда в единичку записываешь, это будет на одного человека, типа порция. На две, на три, на четыре человека. Вот так вот вымеряют. Без вес... Ага, мизура. Написано спагетти мизура. И не надо весы. Это спокойно сидит. Выж... Я даже не захожу в магазины. Мне даже не интересны магазины. Просто хожу, наслаждаюсь. Наверное, я переросла уже это все. Сейчас мы ищем какой-то ресторанчик, где можно что-то сладенькое покушать. Маура любит заедать сладенькие. Я-то не хочу. Так, наелась вкусненькой рыбки. Я спросила, можно ли снимать. Можно, конечно. Девочки представляют. Викола, Твинсет, Ирина Грейс. Говорит, что раньше занимались еще. Луи Джо. Сейчас уже нету. Но вещи интересные. Мне понравились. Потому что такие необыкновенные. Вот пуховичок. Оверсайз. А вот эта рубаха. Вот единственный магазин, в который мне захотелось войти. А он реально классный. Привет, актуальный. В этом году вошел в моду стремительно. Это мы зашли выпить коктейльчики. У меня коктейль с клубничкой. Вот так вот подают. В таких-каких-то баночках красивеньких. Вот такой стол у нас. Это уже я спросила хозяина этого заведения, этого бара. Потому что эти столики днем заприметила. Он говорит, что это мурановский какой-то мастер муран. Они же с Мауром говорили, что это сильнее плитки. Вообще вот это стекло, оно не боится никакой жары, никакой температуры. И не бьется. И вообще очень классное. Ну, Мауро Гришу даже вот обкладывает печки вот с таким вот стеклом. Оно более прочное, чем плитка. А, еще могу рассказать историю этих головы, головы. Вот это одна негритовочка. Это мужчина-сицилианец. Еще должна быть белая женщина. Там ее видно. А вот она здесь. Сейчас покажу. Минуточку и расскажу потом историю. Мауро Мохито. Они тоже такие баночки принесли. Мохито. Ой, какой сладенький у меня. Классненький вот этот. И с графой. Боже, с водкой. Ну, и есть коктейли, которые называются Москва. На основе водки сделаны здесь. И вот такое, что принесли еще нам пикантное. И говорят, что надо вот... Это бесплатно отдается до этих коктейлей. Бум. Не знаю, что надо попробовать. Где варят вот... Сочетают. Видите, как они сочетают? Мясо мы сегодня кушали. И сладости с таким же джемом и с меда сделанным, да? Вот тут я должна коктейль садки пить. И надо кушать вот это вот такое пикантное. И пикантное это острое. Да не хочу я. А Мауро будет пробовать, да? Окей. Си? Лейната Костанферка. Ааа. Си кяма... Эта, которая поет, он же говорит, где она родилась. Так, я же забыла вам рассказать историю. Это мужчина-сицилианец. Принц Сицилии. Он поехал в Африку и влюбился в девочку-африканку. И он с нею там прожил месяц. Приехал домой в Сицилию. А его жена узнала об этом, что он там был и с африканочкой. Вот там за соседним столиком белая женщина. Еще есть третья такая ваза. И она отрубала ему голову. И повесила его голову у себя где-то там на балконе, где было много цветов. И вот почему. Вот это такая легенда. Мне рассказал только директор бара. Вот. И вот потому они делают такие вазы, ставят туда вот цветы. Ну вот такая вот легенда сицилианская. Доброе утро всем. Я, как и обещала, снимаю утром со своего балкона. Вот еще мой купальник. Надо его забрать сейчас. Потому что у нас холодно. У нас похолодало. А мы на утро строили планы, что пойдем в бассейн. Потом покушать. Потом озеро. И Маура хотел взять маленький катер. Ну такой. Я вам вчера показывала, какой катерок. Он хотел сегодня погонять на катере. И я хотела еще поснимать город. Ну, короче, планы были гитлерские. И провал получился, как у Гитлера. Дождик все это прекратил. Но все равно настроение прекрасное. Чего и вам желаю. И еще раз доброе утро. Вот показываю, какой дождик. Мы пришли на завтрак. Вот это в нашем гостинице завтрак. Вчера мы тут ужинали. Вот и везде. И все под дождем. Все под дождем. Ай, ничего. Трое раз. Все сделаем, что планировали. Вот такой предлагают нам на завтрак. Такой выбор. Какие столики. Такой зал классический с комедолянском стиле. Лагоди Гарда. Озеро Гарда. Самое большое озеро Виталия. М-да. 17 ширина озера. Самое широкое место 17 километров. Длина озера 52 километра. Глубина, кстати. Глубина 370 с чем-то. Это вот смотрите на Пиатре Сан-Марко. Вот это вот тора, на которую все хотят подняться. 104 метра. А это 3,5 торы. Представляете, какая глубина? Какая глубина? Ну, я видела, здесь ходят такие вапаретто. Ну, вапаретто большие. Ну, как кораблики уже, да. Тут глубина конкретная. А, ну да. Общая площадь общая 376 квадратных километров. И три зоны занимает область. Это Венецианская. Мы находимся на территории Венецианской области. Вот там вот напротив Ломбардия. И вот туда в конец, где оно стоит уже, это озеро тянется еще туда километров 40. То там уже в конце Трантино. Трантино. Область Трантино. Ну, так пошли по набережной. Ривьера. Ривьера набережной. Напоминаю, запомним итальянские слова. Ривьера набережная. Ривьера набережная. Витрина. Смотрите, какие цвета предлагают на осень. Теплые, да. Беж. И дубленки в этом году, кстати, да, актуальны. И жилеты разные. Вот такие жилеты без рукавов. Разные, удлиненные, короткие. Но главное, чтобы это было без рукавов, чтобы это был жилет. Вот Таракота остается актуальным. Дубленки входят в моду. Вот эти брючки тоже мне нравятся. Такое сочетание обежи немножечко розовенького. Нравится мне, да. Вот такой вот стиль, конечно, мне нравится. Такой элегантный. Да, красивый цвет. Такой коричневый. Необыкновенный, да. Австрийцы BMW кабриолет. Прям двери сделаны в венецианском стиле. Помните, я вам показывала, что везде венецианские двери. Вот такие интересные. Вот ручки при входе. Но это видно, что сделана реставрация. Покраска новая. Мне нравится. Мне нравится. Так, дорогу поезду. И всегда все занято, потому что деткам интересно. По-любому интересно. Четыре вагончика. Милана, Болония, Милана, Рома. Почему Венеции нет? Мы сегодня спрятались в ресторанчике на обед. Не на улице, а немножко в таком закрытом дворике. Вот, потому что вечер все-таки. Вот, кстати, даже бокалы сегодня дали вот такие стекло. Более такое грубое, устойчивое. Вообще-то принято считать. Ну, вот я себе тоже купила в Майзоне там на Просека, красное вино. Тоненькое стекло должно быть. Совсем другой вкус. Вот. Но мне вот эти тоже понравились в форме тюльпана. Более грубое стекло. Но они устойчивые, классные. Оказывается, они специально дают по погоде, потому что вечер сильный. Я такого чуда еще не видел. Но приятно, что заботятся о клиентах. Ну, а также о своем кошельке. Потому что если побьются, то надо плачать им. Вот, смотрите, оливы. Оливковые деревья. Да? Красиво. И вот этот замок. И напротив нашей гостиницы. Вот с этих дверей, с этой арочки, выходим сразу в нашу арочку. Как бы рядышком, но над морем невозможно сидеть, потому что вечер. Вот. А вот тут мы спрятались в этой. Это помещение классное. Знаете, сколько бы я ни снимала, сколько бы я ни ездила. Ну, вот. Ну, реально. Ну, каждый уголочек. Ну, вот смотрите. Ну, я хочу вам передать атмосферу, дух итальянский. Где бы ни было. Даже если возвращаюсь несколько раз в одно и то же место. Всегда есть на чем остановить внимание. Это реально очень интересная. Очень красивая эта страна. Всем рекомендую по возможности, конечно, приехать, посетить Италию. Понаслаждаться. Туризм это одно. Жить это другое. Но туристам в Италии всегда очень рады. Итальянцы очень отзывчивы. К туристам. Потому что они фурбы. Они просто хитрые и понимают прекрасно, что от туристов зависит и их благосостояние. Так, этот бутик мне очень нравится. Массимо Пепе. Шоп. Массимо Пепе это имя хозяина. Там работает женщина-продавец. Или это она его подруга. Я не знаю. А вообще-то выбираете личные он. Заходим. Очень классный бутик. Такое интересное пальто. Эндорс. Сволка тоже интересная. Вот такие вещи, да. Мне нравится. Да, и вот это пальто. Тоже классный. Зеленый такой цвет. Хороший такой кошмар. 289. Это солк. Видите, тут интересная вещи, да. Очень интересные. Кардиган. 155. Классные вещи. Супер. Конечно же, фуксия моя любимая. Когда я была в рыжем цвете, а не блондинка, я не могла носить фуксию розовую, потому что было некрасиво розовый из рыжего. Носила в основном зелененький. Зеленые вещи, да. Беленый цвет. Ты пляжные тапки, но по улице, скажем, не на пляж, я думаю, что под сарафан очень классно. Очень классно. И они по 119 евро. Ну, эти не, вот эти мне понравились. Такие лапти, да, прикольные вообще. Остался только 37-й, даже маленький. Но за 119 евро я бы не купила, а мужа бы сдурела бы и купила, потому что интересные очень. Смотрите на эту сумочку. Руя Мадам Фарис. Очень интересный магазинчик, очень. Меня тяжело удивить вещами и интерьером магазина, потому что 20 лет работать. На этом мне нравится. Руя Мадам Фарис. Скотто 30. 2,47. О, видите, как я иду. 2,30, 2,47. Я угадала. 230, я говорю, она говорит 243. Ой, 7, 247. 170. Ага, скотто одесса. Сейчас оно со скидкой 170. Боже, а это что? Ну, очень интересные вещи. Просто бомбезная. 30% сейчас на купальнике. А вот это купальник под это платье, что я смотрела, да? Ну, очень интересные вещи. Прям такие подиумные. И надо иметь место, куда в таких вещах показываться. Белье, какое красивое. Этот спальник тоже. Ну, на этом будем заканчивать. Моё маленькое, маленькое. Я так думаю, что большущий получилось. Спасибо всем за терпение, что вы смотрите меня. И что вам это интересно, реальное дело, это с любовью. Сейчас мы находимся в гостях, потому что Маура встретила подругу детства, которую я не видела уже больше 30 лет. Она, кажется, перебиралась жить в Бардолино. И мы её тут встретили. И она, конечно же, пригласила в гости. Маура уже пошёл в дом. А мне надо сейчас тоже заходить, подниматься. Вот ихние оливковые рощи, ихние виноградники. Вот так живут итальянцы. Ну, некоторые из них. Кто как. Чао. Всем спасибо за просмотр.